С 1909 года Гаврилова пустошь и только с 19-го дачный поселок Завета Ильича, где общество старых большевиков развернуло строительство в 1925 году поселка от кооператива Наркомата Связи за культурный быт. В 2003 году наконец-то стало микрорайоном в составе города Пушкино. Ну что за новость скажете вы об устройство железнодорожного перехода, когда вокруг падают самолеты, разоряются банки, что за значимость? На самом деле для нас это очень значимые события. Если вспомнить год, полтора, два года, что здесь было, на этом месте было просто болото, самое настоящее болото. Здесь проведена огромная работа, мы удалили огромное количество деревьев, было огромное количество завезено сюда грунта, проведено благоустройство, установили детскую площадку. Я не понаслышке знаю, насколько тяжело федеральные службы идут на контакт с местным руководством. А здесь пришлось иметь дело с таким монстром, как РЖД. Тем большей загадкой стали дипломатические методы, которыми Евгению Алексеевичу удалось договориться произвести внеплановые работы. Это по нашей просьбе, строители РЖД, да. А сколько вы убедительны были в вашей просьбе? Ну вот, это показывает то, что мы были убедительны, да. Вот они положили нам, не заасфальтировали, а положили асфальтно-бетонную крошку, подъезд машин. Поставили ограждение, чтобы не подъезжали сюда автомобили, здесь и в том числе вот по той дорожке. Заасфальтировали, вот видите, вдалеке там тоже пешеходная дорожка, вон в самом далеке там, мы еще пройдем туда, покажем. И ведь не успокоился на этом. Не только РЖД достал, но и местных предпринимателей, которые по убедительной просьбе... Поменял газетный, журнальный киоск, вот пожалуйста, это все было, это что стало. Вот это будет убираться в ближайший день-два, то есть этого не будет. И остается вот этот нормальный, красивый повезенчик. В будущем... Давайте еще раз уточним. То есть вашему бюджету, вашего поселения это ничего не стоило? Микрорайона? Абсолютно ничего не стоило. Именно с его микрорайона мы начинали первую передачу городовой о борьбе со свалками в местах сбора мусора. И надо сказать, результаты есть, хотя до полной победы еще далеко. Некоторые жители высказывают свои претензии по устройству нового перехода, вспоминая, впрочем, прошлую неустроенность. Надо было постоянно тыркать, а сейчас лучше, да. Как пассажир у вас теперь? Пассажир. Давайте их спросим. Давай, Тим, говори, ты хорошо говоришь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тимофей. Так. Ну, как тебе переход, расскажи. Ну, нравится. Нравится? Только очень сложно здесь, с макадом нужно его нести здесь. Придется, видимо, в будущем делать спецтранспортеры для самокатов привередливых жителей и включить этот пункт в планы будущего благоустройства. Благоустройство не может закончиться, поэтому у нас планы большие на это место. Еще раз повторяю, что оно очень любимое для жителей, облюбовалось. Поэтому мы планируем сюда высадку и кустарников, и деревьев, и, как уже сказал, увеличить детскую площадку. Сейчас мы обратились к предпринимателям, хотим здесь построить детский большой кораблик такой. К нам люди откликнулись. Я думаю, что до конца августа мы его сделаем такой игровой детский кораблик. Ну, работы много еще. Но и это не все. А какие проблемы у вас? Чем вам можно помочь? Нам главное не мешать. Так, а денег вам надо? Денег нам надо. На что? Ну, у нас и футбольное поле в запущенном состоянии. Это на улице Чернышевского. У нас и та сторона, это площадь Марата. Мы ее в этом году как бы обустроили, там положили плитку. У нас, к сожалению, там погибла ель. Мы опросили местных жителей без присутствия начальника микрорайона. Была недовольная жительница, не пожелавшая высказать претензии на камеру. Но если человек переживает за конкретную ель в своем микрорайоне, возможно, стоит оценить его усилия. Или у нас уже не принято говорить спасибо. С коляской перебегать приходилось быстрее. Сейчас намного проще. Удобнее переходить с коляской, подняться, спуститься. Хотелось бы кого-нибудь поблагодарить за это благоустройство? Я думаю, да, все хвости. Кто вообще за этим стоит, то сделает. В принципе, это к лучшему.